это я у меня на забыли я недавно у вас только два дня так вы переместитесь подальше вправо и назад отдайте иначе ваша голова будет плохо видно просто один нос будет видать так вправо сместить и подальше отойди сейчас попробую подождите давайте ну ка сейчас вот так нет 80 сядьте сядьте как сидя вот так вот так пониже там сядьте уже подальше от экрана в girlfriend вправо около куда влево уходите вправа вправо смотрите на меня вот туда еще 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 вот есть вот так вот так хорош вот так Так вот, садитесь. Ну, давайте, стул-то возьмите. Сейчас возьму, сейчас возьму. Давай, на том месте садись. Ага. Сейчас возьму, Игнатий Тихонович. Вот. Видно? Все нормально. Так. Нормально? У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, Игнатий Тихонович. Записывайте, выставляйте. Хорошо, я слушаю, дорогой. Говори, пожалуйста. Да я хотел узнать, вот я в тех краях-то не был, я как-то жил в Горно-Алтайске, значит, 4 года, а в тех краях не был. И вот хотел узнать, вот если я поеду летом к вам, Косте, внука возьму, жену возьму, внука у меня, Марк, 5 лет, значит. Тоже его надо уже успевать на ум направлять, направить. Можете набирать детей целую команду? Да нет, у меня пока внучок. Ну там дочка у меня, Оксана, одинокая. Мужик пить начал, мы, как говорится, избавились от него. Так, условия какие? Каждый должен взять две простыни и наволочку. А это мы возьмем, все, и подушки возьмем, все, что нужно. Я вам скину данные. Когда? Просто так не приезжать, мы сначала должны договориться. Нет, я понятно. Ну я ж молюсь утреннего молебен. Я спрошу или Сергею Пупкову напишу, он в Однокласснике у меня в друзьях сейчас. Он мне, если что, ответит Сергей. А он мне тогда позвонит с чужими, я не разговариваю. Да, чтобы вас не напрягать, Игнатий Тихонович, чтобы вас не тревожить лишний раз, вам тоже, вы занятый человек. Нет, нет, не в этом. Хулиганы звонят, я трубку не беру даже. А нет, я порядочный, я не пью, не курю. 35 лет поражил с женой. Так, я понял. Разводов нет. Вы заразе поговорите, чтобы жена была согласна, ребенок, вы с ним вместе побудете здесь. Да, я побуду, да. Для начала, понравится, не понравится, как они там. В какое время, примерно, думаете? Желательно было, чтобы вы 12 июля могли здесь быть. Июля. У нас крещение здесь будет. Вот я хочу покреститься, возможно, потому что меня крестили, но я, как вы объясняю, я же видео ваше все пересматриваю. Ну как, не просто так же. Так, Виктор, 12 июля. Я могу заранее 10 июля приехать, за дня два подготовить. Надо же мне с вами побеседовать. Вы должны мне научить, объяснить. Так, ты застегни. Потому что я... Застегнись вот так, всегда, чтобы был застегнутый. У нас это не принято, это московская мода. Масоны это придумали, расстегиваться, да галстук носить. Во, видно, что собранный мужчина. Шея толстая. Шея толстая. Вот сейчас еще человек вам на пяток похудеет, тогда она эту рубашу подойдет. Жене скажи, чтобы она перешила. Вот она, смотри как. Не, она всю подошла. Игнатий Тихонович. Видите? Да, я вижу. Сейчас похудеет килограмм на пяток. Хорошо, что вы утром на молитву сидели. Сейчас в хвост идет. Вам утром мы у нас молились как? Не тяжело? Мне вообще ничего тяжело. Мне легко. Просто я мало что понимаю. Я далек от Бога был. Короче, я грешник большой. Накатался на во всех грехах. На русском языке. На русском языке. Что непонятно-то? Ну, и это самое, как сказать, что плохо на русском, но оно старинное. Пятый век или какой слова. Вот если бы мы с вами один на одном как разговаривали, просто беседовали, я бы лучше понимал. А там просто читает, но и ваше это как идет. Я это все слушаю. Ну, я понимаю. Я все равно понимаю. Ну, как-то там... Ну, для меня это... Вы по тексту-то считаете еще? И буду читать. Ну, ага. Ну, я подсчитываю так молитву. Ну, молитва идет, когда и текст видать. Ага. У вас компьютер? Все понял. Компьютер или это вы... У меня смартфон. У меня смартфон. Мы сейчас разговариваем не по компьютеру, у меня смартфон хороший. Хорошо. А мне удобно этим. Компьютер мне не нужен. Зрение портить, да все, он измечает сильно. Вы знаете... Смартфон получил. Вы, в наши, когда занятия идут, вы в чат рулетки там записали с ним сообщество? В чат. Нет, никуда не буду. Я только вот это молитвно и все. Нет. У нас занятия идут. Вы там запишитесь. Я туда материалы скидываю. А нет. А... Ну, попробуй. Ага. Сергей... Я всегда с компьютером не связан. Я вам напишу сейчас... Так как я не люблю. Я еще раз напишу вам. А? Сергей, обратитесь. Сегодня занятие. Будьте на занятиях. У нас Слово Божие, Библию, чтобы полюбили. А пока ты Библию не любишь, Слово Божие не знаешь. Ты никакой. А я и есть никакой. Я ноль вообще. Я хочу, а я другой. Вам знания будут быстро прирастать выше и выше. К Сергею я сейчас вам скину. И вы ему позволите, чтобы он вас... Ну, по Москве это у нас, получается, в два часа у нас... Ну, я на Сергея это подписан. У меня, ну, как, в смысле, он есть фотографии его. Я же на его подписался, на Сергея. Вы по-новосибирски, это в шесть часов вечера. Я знаю, я на его подписан. У меня фотографии. Я вначале СИП познакомился, а потом с вами. Хорошо. Мне подписан на его. Мы будем... Так что не обременять. Я большие материалы выставляю здесь, беседы. И вы будете вычаствовать. И вы будете все больше и больше понимать. Притом у нас все это по-русски. А Игнатий Тихонович, а в Барнауле где вы живете? Если что, может, я могу и в Барнаул вначале приехать, успеть, пока вы туда не уедете. Сюда не надо заезжать. А зачем? Сюда не надо вам заезжать. Нет, раньше, может, я хочу приехать. В май или когда там. Я никого не приглашаю. У нас это не принято. По делу, когда приедете по Теряевку, я вам скину путевку сейчас. Путевку скину. Как ехать? А, ну, да не, я найду. Я же шофер первого класса. Нет, там эта дорога ехать. Ну, можете... Там развилки разные. Не гордись. А это самое, через Корчино мне проезжать можно? Или есть сверток направо или куда там раньше? Из Новосибирска едете прямо там 173-й километр, кажется, за проезжаемую Ребриху. Ребриху только проедете, и подстепная. Ага. А за подстепной, смотри направо, так будет Потеряевка 16 километров направо. Корчино-то далёко, она не нужна нам Корчино. Ага, я Ребриху, короче, проезжаю, Игнатий Тихонович, и маленько проеду там сколько километров, и направо будет значок, я по фотографии веду. Потеряевка знак. Вы железную дорогу от Ребрихи пересечёте по дороге. Идёт село Подстепной. А, понял. А за подстепной, там дальше смотреть на дорогу. И там надпись стоит Потеряевка. Понял. Это сколько от Ребрихи километров до Потеряевки? Ну, сколько там? Ну, может быть, километров 30-25, так. Ага, это мало. Короче, найду я всё. Игнатий Тихонович, всё я разыщу. Мне. Я вам сейчас не уходить, скину путёвку. И там всё объяснено. Хорошо. Всё пока. Это что же хотел ещё? Ну, давай. Там. Ну, ладно. Ну, всё. Удачи вам. Дай Бог на здоровье. Иисус Христов. Вопросы, Виктор. Давай вопрос. Какой? Да вроде никаких вопросов. Прежде чем задавать вам вопросы, нужно молиться, как говорится. Что-то познать, а потом уже вопросы задавать. Вы были на занятиях. У нас три раза в неделю идут занятия. Не пропускай. Давай. Это нас... Мне даже неудобно что-то там... Игнатий Тихонович, мне неудобно даже там переписывать, что-то задавать, потому что я далёк от них. Они умные такие, пишут. Ещё раз говорю, у нас занятия идут. А я в школу не буду ходить, а буду тебе в окошки камни кидать. Это не годится. Давай. Ну, понятно. Я сейчас... Давайте, ага. Данное. Пожалуйста. Не отходи. Отключайся. Хорошо. Ага. Ага.